МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые зрители! Действительно, в этом году жители и гости республики ожидают прекрасная программа. Нужно начать с того, что эти праздничные дни выпадают на выходные. Конечно же, мы постарались, чтобы всем, и тем, кто останется в городе, и тем, кто уедет в села, малые города, будет интересно, и будут представлены праздничные программы. Самый главный праздник нашей республики – это Всечувашский праздник Агадой. Он в этом году у нас пройдет шестой раз. Он поменяет дату проведения и состоится 23 июня. Всечувашский праздник Агадой – это наш праздник, когда мы подводим итоги. И на Красной площади соберутся труженики села, наши гости из регионов Российской Федерации. Чуваши проживают так далеко, и которые мечтают к нам приехать в гости. Их очень много, где-то более 300 человек – это только артисты. Ну, помимо этого, конечно же, есть гости, официальная делегация. У всех на слуху сводный детский хор Чуваши. Что это такое? Это продолжение выступления сводного детского хора России. Мы в прошлом году много рассказывали о том, что у нас в России создан этот сводный детский хор России. В этом составе дети и Чувашские республики, их 10 человек. И по тому, насколько понравилось детям выступать в хоре, мы создали свой детский хор Чуваши. В этом хоре у нас 1008 человек. Этот хор в настоящее время репетируют. Выступление детского хора Чуваши у нас состоится 24 июня. А вот там же, да, где монумент матери будет? Нет. Мы в этом году поменяли место проведения выступления детского хора тоже. Дети у нас выстроятся на Красной площади и представят жителям республики свою программу. Каждый год основные торжества, посвященные Дню Республики, проходят в разных районах Чуваши. В этом году центром станет Красноармейский район. Вот чем там планируют удивлять жителей и гостей? Красноармейский район тоже очень активно готовится. У них есть свои особенности. Это, прежде всего, родина Филиппа Лукина. Это наш композитор. У нас состоялся республиканский конкурс имени Лукина. И будут подведены итоги. Лучшие творческие коллективы выступят в рамках празднования Дня Республики. Они откроют очень удивительную сказочную площадку для детей. Сказочный городок. Переоборудовали они уже имеющуюся площадку под спортивный городок. Конечно же, у них будет очень много гостей. Гостям и станут у них коллективы из Марийской Республики, из Новосибирской области и так далее. Помимо этого, в рамках празднования Дня Республики там состоятся выступления участников Всероссийского фестиваля «Родники России». О «Родниках России» нужно остановиться, наверное, тоже отдельно. Потому что это такой уникальный фестиваль, который, я бы отметила, является брендом нашей республики. На этот фестиваль у нас любят приезжать. И даже у нас есть конкурс в регионах. Визитная карточка такая, сразу ассоциируется с вашей. Да, визитная карточка. В этом году мы действительно поменяли формат проведения этого фестиваля. Все творческие коллективы из регионов 23-го числа уедут в районы города нашей Республики. В разные районы, да? В разные районы, да. Тут у нас был конкурс желающих, было очень много. Они все распределены, например, в Цивильском районе выступает, к примеру, Калужская область, Астраханская область, Вурмарском районе, Козловском районе и так далее, и так далее. Они там несколько концертных программ представят. И поэтому, не приезжая в город Чебоксары, у жителей районов, городов есть возможность встретиться с этими коллективами. А вот все-таки жители Чуваши, ой, жители столицы Чуваши, они вот увидят их? Конечно же. Вот 24 июня все участники фестиваля «Родники России» сначала выступят на творческих площадках города, а вечером они придут на Красную площадь и представят огромную концертную программу, гала-концерт участников фестиваля «Родники России» состоится. Знаю, что изменит локацию в этом году и конкурс «Русь мастеровая». Он пройдет в Морпосаде. А вот увидим ли мы мастеров здесь? Или только в Морпосаде можно будет посмотреть на их творчество? Действительно, в этом году у нас такой интересный, уникальный проект. Город Морпосад выбран местом проведения. Это тоже не случайно, потому что город уникальный. Он славится мастерами, и площадка будет выстроена прямо непосредственно на берегу Волги. На сегодняшний день сцены выстроены. Прямо она вот проходит, можно сказать, на Волгу. И мастера там представят свое творчество. А 24 июня конкурс «Русь мастеровая» у нас разместится в городе Чебоксары в театральном сквере. Театральный сквер – это прилегающая территория к Чуварскому драматическому театру. Получается, между бульваром Купса Ефремова и нашим государственным театром. Вот там их можно будет не просто увидеть, можно будет познакомиться с творчеством, купить что-то. Юбилейная 25-я межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ». В этот раз пройдет на двух площадках. Это Красная площадь и Речной порт. Почему в этом году решили сменить локацию и тоже его переместить на Красную площадь? Выставка региона «Сотрудничество без границ» наверное прежде всего преследует цель представить какие-то коммерческие проекты. Место проведения, где контур, он тоже грандиозно проходил. Возможно, у организаторов появились какие-то новые пожелания заключать договора, тут же познакомиться с культурной программой, не надо никому никуда перемещаться. И они делают его в таком больше предпринимательском направлении. Выставка 25-я, и она разместится тоже на Красной площади, основные экспозиции. Вы знаете, что там разделение по улицам будет? Да, там будет разделение по улицам, такое, как, например, предприятие, промышленность, здравоохранение, образование. Вот такие направления. Можно тоже будет ознакомиться. Конечно, День Республики у нас ассоциируется и с фестивалем фейерверков. Его ждут многие. Вот как он пройдет в этом году и будет ли чем-то отличаться от предыдущих? Фестиваль фейерверков, действительно, опять же, это, наверное, визитная карточка нашей Республики. Еще одна. Еще одна, да. Интересный такой проект. Он начнется 23-го, сам фестиваль, в 22 часа. Мы до 22 часов представляем жителям огромную интересную культурную программу, а 22 часа начинается фестиваль. По моим сведениям, в этом году, в этом конкурсе участвуют 5 коллективов. Но, конечно же, наша Республика, в том числе, будет представлена пера СНАП по Олже, насколько я знаю. У них уникальные интересные проекты. А 24-го – это уже подведение итогов, и уже выступает коллективы, которые победили. То есть также в 10 часов, ведь, да? Да, также в 10 часов. На сегодняшний день дата назначена. Ну что ж, нас ждут просто необыкновенно праздничные выходные. Я думаю, все пройдет очень здорово. Инна Ильинична, вам большое спасибо за беседу. До свидания.